Вот что вы ожидали от этой поездки? Во-первых, я ожидал встретиться с друзьями, которые хотят посмотреть на Донецк, на Донбасс. Таких особо глобальных целей у меня не было. А собираетесь ли вы еще сюда приехать, допустим? Пока таких планов нет. В будущем. Я знаю, что будет в будущем, не знаю. А если бы вы фестивальки, то я спросил. О! А это будет очень сложительный. Я хотел спросить. Я слышал, что есть такие планы. А что, планы такие есть? Ну, пока на Луне разговоры, но есть. Когда это будет уже не разговор, то... Или можно новость уже давать? Донецк будет фестиваль. Спонсором нам хорошим. Будет свой конвент. Дмитрий, а если бы вы в России в Украину приехали? Вряд ли. Это из злости фантазии. Нет, нет, нет. Меня зовут на Украину. У меня есть друзья, которые там живут. Я продолжаю с ними общаться. Те, кто там у меня имеет. Мы общаемся, политиками не разговариваем, потому что это больная тема. Можно я отвечу. Но когда они меня зовут, я отказываюсь. Причем они искренне не понимают, почему. Они говорят, у нас же безопасно. Я говорю, да ладно, памятники у вас сами падают, еще упадет мне памятник, надо прическу, Попов, Татьяна, свою прическу. Переживаю. Поэтому я говорю, да ладно, приезжай, просто хорошо. Мне не уютно ехать в страну, где по улицам ходят товарищи с факелами и кричать «Слава украинской нации!» Это пожалуйста. Вторая часть мне нравится. Смерть Российской Федерации. Маскаляк и нагеляк. Ну, понятно, что она. Они рассказывают, что это отдельные люди. Никто так не думает. А Лиз Бузина тоже, наверное, так думала, что вполне безопасно делать то, что он делал. Поэтому, наверное, это вполне безопасно. Пока нет, пока нет. Пережать. Я один раз спросил у вас, когда вы не знакомы с его творчеством и никакое любое мнение о его творчестве. Нет, не знакомы, поэтому мнения никакого нет. Тогда еще один вопрос. Есть ли перспективы печатания в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке? Ну, вы видите, хотя бы перспективы. Так я же не сам занимаюсь распространением своих книг. Это продают их издательство, но они издатели спрашивают. Я не знаю, есть ли у них какие-то коммерческие интересные средства. Наверное, есть. Насколько я знаю, через Озону выберет, можно книги на Украине заходить. Кстати, украинские мои друзья эту книгу прошли с огромным удовольствием, она им очень понравилась. Ну, они восприняли ее как басквинно-путинский фашизм. Что меня, конечно, удивило, но люди имеют право с вами, нет? Ну, каждый думает, у меня на своем разглушке собрались. Вот. У них было мнение, что меня быстренько посадят за эту книжку, они уже были готовы мне сухари сушить, не бананы. Кровавый режим что-то прошлять. Как-то. Да, не сработал. Я хотел спросить.